Режимный объект открыл свои двери для родственников тех, кто отбывает здесь наказание. Все эти люди пришли, чтобы пообщаться с близкими и посмотреть, в каких условиях они живут. Такую свободу доступа здесь позволяют во второй раз. Теперь дни открытых дверей планируют проводить ежегодно. На сегодняшний день в системе двери открыты, для родственников скрывать нам нечего. Ну и пообщались, чтобы родные сильно не переживали. Присутствующие не скрывают радость встречи и вместе отправляются на экскурсию. Родственникам показывают кухню, где трудятся сами заключенные, пекарню. Хлебом они обеспечивают себя и соседнюю воспитательную колонию. Комнаты для сна делятся на обычную и упрощенную. Получить в ней место можно за хорошее поведение. Для длительных свиданий осужденный выделяется от трех до шести дней. Здесь у нас комната проведения длительных свиданий. На сегодняшний день у нас одна комната занята. Те, кто совершил тяжкое преступление, содержатся в камерах. Другие осужденные живут в казарменных условиях, работают на хоздворе, а также получают заработную плату. За хороший труд можно получить до 11 тысяч рублей. Трудоустроен поваром, работаю в столовой. На что здесь тратите средства? Без продукта питания, так же себе приобретайте. Магазин будет. Может копите на что-то? Коплю даже на освобождение. Вдвое больше родственников пришли на второй день открытых дверей. Ранее многие бывали лишь на свиданиях. Условиями и отзывчивостью сотрудников довольны. Мы пришли к сыну сегодня. Провел в области. Кроме Романовича. Очень хорошо. Очень аккуратно, очень чисто. Кухня вообще поразила. Я сама повар. Оборудование на высшем уровне. Потому что у нас такого даже в столовой нет. Есть в СИЗО и свое хозяйство, благодаря чему был накрыт стол для родственников. И родные смогли провести время вместе, как дома. Как будто никаких нарушений закона и не было. У нас, простите, милые, родные. У нас ведь кроме вас дороже нет любви. Как говорится, дети – это радость жизни. А вы для нас – опора в ней. В Каннской воспитательной колонии осужденные подготовили концерт для своих близких. Подобные встречи проводятся регулярно. До 45 родственников бывают здесь ежемесячно. С учетом того, что в учреждении содержится 73 осужденных. Причем часть из них из-за пределов Красноярского края. В категории у нас содержатся несовершеннолетних. Так как, учитывая подростковый возраст, для них это самое актуальное. Это и поддержание социально-полезных связей в первую очередь. Они тоже с удовольствием, с радостью всегда готовятся, ждут эти встречи. Потому что знают, что приедут их родные, близкие. И я думаю, это очень положительно влияет и на поведение самих осужденных, и на общую обстановку в учреждении в целом. Немалую роль в жизни малолетних заключенных и их пути к исправлению играет попечительский совет. Семья. То есть это объединяющие. Какие бы ни были бы друзья, всегда в трудный момент семья идет на встречу. Даже сегодня, глядя в зал, сидят родители, пришедшие поддержать своих домочадцев, своих детишек. Хоть и произошло нарушение закона, но тем не менее, никто никогда не бросает. Семья – это самое святое. После таких встреч на семью и взаимоотношения по-другому начинают смотреть не только ребята, совершившие преступления, но и их родители. Конечно, я думаю, для всех этих ребят этот печальный опыт будет признан на их счет. Но также и родители в свое время, может быть, что-то где-то неправильно делали. Ну и вот учимся вместе теперь, как правильно жить с семьей. Добавим, неоткрытых дверей прошли по всему региону. Тем самым система показывает свою открытость, рассказывает о жизни и путях исправления осужденных.